Всем привет! Всех рада приветствовать на своем канале! Наконец-то я решила! Сегодня я хочу показать вам свою большую коллекцию мыла. Огромную, на мой взгляд. Наконец-то дошли у меня руки. И я хочу сказать, что свою коллекцию я собираю сама. В последнее время мне кое-что начал дарить супруг и подруги, но в целом я собрала это все мыло сама и очень горжусь своей коллекцией. Но в то же время хочу сказать, что она у меня абсолютно такая мобильная. И я, если какой-то кусочек мне нравится, я спокойно из нее беру. То есть она у меня не камнем, знаете, лежит. И я там не дотрагиваюсь ни до какого кусочка. Нет. Я постаралась разложить все по фирмам, все по категориям. И надеюсь, это будет очень интересный видеоролик. Приветствую всех мыловаров! И если вас это увлечет, я буду очень рада. В комментариях же я хочу написать, попросить вас, чтобы вы написали, каков ассортимент мыла у вас, потому что только я знаю, как я собираю эту коллекцию. У нас очень скудный ассортимент мыла в магазинах. И приходится выцарапывать какие-то интересные кусочки. И напишите, пожалуйста, может быть, вы знаете какие-то магазины, в которых хороший ассортимент мыла, о котором, например, я могу не догадываться. Что я хочу сказать, что часто я заказываю мыло на аптеку.ру, на Азоне. И из интернет-магазинов, наверное, это все. Потому что на Wildberries очень редко какие-то такие интересные цены. Потому что ассортимент там нормальный. Цены меня там не очень устраивают. Так, не буду долго затягивать, потому что мыла много. Начнем мы, наверное, с самой многочисленной коллекции. Это у меня от Ariflame. Хочу сказать, что они просто молодцы. У них шикарный ассортимент мыла. И, конечно, очень много мыла за 75 грамм. У них лимитированные версии, но классные. Это конкретно мыло. Оно в виде медвежонка. Они часто... Будет много шуршаний. Выйти готовы к этому. Они часто рисуют рядом, в каталоге рядом с упаковочкой, как будет выглядеть мыло вживую. Хорошенькое мыло. И Ariflame меня, в общем, радует. И можно заказать без проблем. Также в виде ладошки. Вот абсолютно новые. Буквально вчера я получила. Очень хорошенькое мыло. Тоже 75 грамм. Оно свеженькое. Оно до 2024 года. Шикарное мыло. Дальше. Недавняя их серия Chill Out. Это Relax, лаванда и... Лаванда и не знаю что. Тоже 75 грамм. У них, наверное, средняя граммовка 75. У меня таких несколько. У меня Chill Out. Сейчас найду их еще. Ну, попозже я дойду до них. Новогодняя лимитка с цитрусом. Кориция цитрус. Она такая кругленькая. Тоже 75 грамм, кстати. Дальше. Вот такие от Ariflame у меня еще есть. Витаке. Они не очень недорогие. По 65 грамм. Они 39 рублей, что ли, стоят. Тоже они свеженькие. До 2024 года. Но оно неплохое мыло. Единственное, говорят, что оно немножко раскисает. Не знаю. Я еще не пробовала. Зелененькое тоже у меня есть. Витамином Е. Витаке. И оранжевое. Это с апельсином, что ли. Хорошенькое. Внутри выемка такая. Тоже сколько? 65 грамм. Так, Chill Out. Вот вижу еще одну. Что я думала, что у меня их три. Не знаю. Только два вижу. Это с апельсином. 75 грамм. Красивое. И очень приятно шелестит. И очень приятно его держать в руках. Дальше. Серия Discover. У меня не очень много мыла. Я знаю, что есть намного больше. Голливуд. Я просто в последнее время только обратила на него внимание. Здесь 90 грамм. И оно все разноцветное. Одноцветное это мыло. Калифорния у меня есть. Пляжи Калифорнии. Красивое. Очень красивое. Что еще здесь? Камчатка. Шикарное мыло. Побольше. Вот оно, видите, по объему. И очень красивое мыло. Мальдивы и Коста-Рика. Ну, просто удивительно красивая упаковка. Мило дорого просто. Любо дорого смотреть, знаете. Так. Мужское, естественно, у меня есть мыло. Оно сейчас тоже, кстати, было по акции. Но я хорошо, что я вспомнила. Уже начинаю фотографировать, чтобы не покупать повторно. Здесь 100 граммов. Приселел очень мыло. Вообще, Арифлэм красавчики. Есть вот такая лимиточка у меня. Здесь небольшой объем. 75 грамм. Его я открою. У меня... Хочу наперед сказать, что у меня есть мыло, которое открыто. Просто вот это новое совсем я не открывала. Видит, цветочка такое. Но пахнет не очень, кстати. Она уже то ли выветрилась, то ли она изначально пахла не очень. У него уже... Я хочу сказать, что на сроки годности некоторые не обращают внимания. Я обращаю внимание, но... Как? У меня нет просроченного мыла. Одно только. Я потом покажу, какое. Дальше у меня есть от Арифлэйм. С ирисом. Вот такая линейка у них есть. Она мне очень нравится. Я купила сразу два себе. Оно небольшое. Здесь всего лишь сколько граммовочка. Вообще прям... 75. Ну, очень красивое. Иззади штанг. Ну, прям красотища. И таких у меня два. Я почему-то сразу взяла себе два. Так, на всякий случай, знаете. Дальше. Еще у меня есть от Арифлэйм. Сапфир или как-то так, кристалл. Она в виде кристаллика. Она такая красивая. Тоже очень красивая. Здесь штанг супер. Она все в блестках. Очень красивая мыла. Очень красивая коробочка. Так. И да, все. С Арифлэймом все, кстати. Ну, не сказать, да, что много. Нормально. Давайте покажу сразу по горячим стопам фаберлик. У меня фаберлика не очень много, потому что как-то, не знаю, не обращала я внимания там на мыло, но у них появилась новая серия, и я не могла мимо нее пройти. Но все это мыло одного цвета. У меня есть одна открытая упаковочка. Я вам сейчас ее покажу. Вербена и лимонграсс. Здесь масло ши, я так понимаю. Очень удобно. Я даже детям, наверное, буду его в мыльницу класть. Олива и пачули. И единственное, говорят, что у некоторых есть претензия по аромату, что не очень лайм и базилик. У меня вся серия лаванда. Очень приятно пахнет, на мой взгляд. И вот открытый у меня есть. Я уже вижу, я просто его заклеивала скотчем, но я потому что не могла удержать свое любопытство. Сейчас я еще раз отклею уже с другой стороны. И с другой стороны скотчем заклею. Потрепаем, как говорится, уже эту коробочку до конца. Слушайте, как тяжело. Оно открывается. Вот. Все кусочки одинаковые. Вот такой штампик. Очень приятно держать в руке. Вообще супер. Очень такой нежный кусочек. Очень мягенький. Приятный. Супер. Ну и очень приятный аромат, на самом деле. С пионом. Здесь фрезия и пион. Ну, он не яркий, он не бьющий в нос, но ощутимый, приятный, деликатный такой. Ну, вот как-то я у кого-то слышала, что кто-то остался не очень доволен тем, что аромат еле-еле улавливается. Я, честно говоря, так не сказала бы. Может быть, в процессе использования уже такие впечатления. Дальше от Фаберлита у меня еще есть вот такая варежка. Прямо так и называется фигурное туалетное мыло-варежка. Это я к Новому году покупала. Здесь 60 грамм. Так. И вот сейчас я увидела у них овечку вот такую. Ланолиновое мыло. Тоже 60-граммовое. Фигурное туалетное очищение и питание. Белое оно. Смотри. Так. Ну что, приступим дальше. Дальше хочу показать чистую линию. Никогда не обращала внимания на это мыло. Оказывается, оно бывает очень разнообразным. И вот что я нашла, по крайней мере. Я не знаю, может быть, у кого. Я уверена, что у многих есть еще антибактериальное мыло. И, кстати, я никогда не обращала внимания, но у чистой линии вот так написано. И вот так. Здорово. Так. Как бы его так поставить. Ну, давайте так буду складывать. Дальше. Вот это новенькое, ароматный жасмин. Граммовка у них везде стандартная 90-грамм. Причем, смотрите, это, я так понимаю, старая версия. Скорее всего, знатоки мне сейчас скажут. А это новая. Но я решила сделать и купить и ту, и другую, чтобы у меня были. Потому что, когда вижу, что есть что-то новенькое, хочется взять. И муж мне подарил еще один ароматный жасмин. В общем-то, у меня целых три. Давайте я какой-нибудь открою, чтобы мы с вами посмотрели. Хочу посмотреть. Да, вот это то, что постарше. Открываем. Обычное беленькое оно. О, тоже красивый штамп. Такое приятно тоже в ручках держать. Хорошенькое. По аромату приятный такой аромат. Я бы даже сказала немножечко такой мужской. Мне кажется, есть в какой-то мужской косметике уходовой. Дальше. Нежный персик. Косметическое мыло. Это мыло очень недорогое. Но оно в коробочках, и оно мне нравится. Сочное алое. Да, я даже знаю девочек, которые умываются таким мылом. И одно из новеньких. Мята и пять масел. Это мыло у меня открыто. Оно пришло у меня на Азоне. Я заказывала. Оно пришло такое немножко потрепанное. Оно было почти открыто. И я уже... Ну вот тут, конечно, мятой очень резко пахнет. А запах мяты автоматически для меня запах зубной пасты. Не сказала бы, что чересчур приятно. Так, знаете. Не очень приятно. Не очень приятный аромат. Ой, мамочки. Ну, что ж мы... Как это, чтобы что-то не упало, да? Хочу вот так поставить. Вот. Дальше. Так, движемся. Бархатные ручки. Бархатных ручек у меня не очень много. Но все равно есть кое-что. Комфорт и смягчение с компонентами крема. Это вот я все покупала у нас. Глубокое увлажнение и питание. Интенсивное. Тоже, по-моему, есть еще что-то. Но... Я думаю, что сейчас кто-то скажет, где ты вообще это нашла? Те, кто знает. Потому что вообще считается, что даже то, что у меня есть, это уже такая, знаете, а-ля редкость. Камэй очень мне нравится и по аромату, и по мылению, и по пене, и внешне. Тоже у меня есть открытый кусочек. Сейчас мы посмотрим. Значит, что у меня есть? Нежная кожа. Это так. Аромат французской розы. У меня есть. Потом розовый грейпфрут. Такого... Такие, по-моему, у меня два. Потом у меня есть вот этот новенький, если я не ошибаюсь, жасмин и масло почули. И очень красивого цвета. Это у нас, наверное, да, аромат черной орхидеи. Я очень люблю Камэй. Все, что вижу, интересно. Я всегда беру цветущий лотос. Шикарно. И вот эта новая линеечка. Ирис и витамин С. Так, вот этот у меня открыт. Сакура. Сейчас мы его... Сейчас мы его опять откроем. Теном. Потому что... Красивые кусочки. Я уверена, что все знают, как они выглядят. Но я... Ой, смотрите. Что-то у меня тут. Не помню, чтобы так было. Непонятно что-то. Но красивые все равно. В виде... В виде... Даже не могу сказать. В виде ткани как будто сделан. И пахнет очень-очень нежно. Но очень приятно. И гранат еще из этой серии есть. Также есть такие гели для душа, если я не ошибаюсь. И жидкое мыло тоже есть такое. Так, все. А, Камэ, знаете, еще у меня что есть? У меня есть еще эко-упаковка. Четыре мыла. Они абсолютно белых... Ну, видите, вот белой бумаги. Но это Камэ. Я точно знаю. Они были упакованы, девочки знают. Я их просто разупаковала, потому что... Ну, сняла упаковку, потому что так удобнее хранить. Не буду их ставить на стол. Они с розой, по-моему. Вот мои любимчики. Давайте их покажу. Это Далан. Обожаю мыло Далан. Считаю, что это одно из лучших вообще... Одно из лучшего, что могло произойти в моей жизни. Это турецкое мыло. Это мыло, кстати, его хочешь... Даже если ты не хочешь открывать, у него такая упаковка, что оно само открывается. Оно внутри просто белое. Очень приятный. Большой кусочек. Здесь 150 грамм. И оно у нас, к счастью, продается в магазинах. В многих и в гипермаркетах, и в таких хозяйственных. И, кстати, оно очень недорогое. Я прямо этому очень рада, потому что многие его не могут найти. Розовый, грейпфрут и молоко. Два в одном. Дальше из этой же серии у меня есть тропическое питание и молоко. Потом еще третье. По-моему, вот у меня их всего три. По крайней мере, все, что у нас представлено, я все взяла. Свежий огурец и молоко. Вот муж говорит, что у огурца самый странный аромат. А на мой взгляд, он очень приятный. Также у меня есть два глицериновых мыла от Долана. Это розовая вода и масло оливы. Тоже здесь немаленький объем, по-моему. 150 грамм, да. Большой объемчик. Красивое мыло. Не открыто окно, поэтому не обращайте, пожалуйста, внимания. Ездят машины. Также у меня есть вот такое. С маслом ши Долан. Он уже поменьше. Здесь 125 грамм. Таких есть очень много, но у нас вот представлено только такое мыло. И новое мыло, которое говорят все, что это закос под Нести Данте, Ля Жардин, Пион и Роза. Я заказывала на аптеку Ру. Безупречный, восхитительный, невозможно прекрасный аромат. Очень приятная упаковочка. Я знаю, что внутри это обычный белый кусочек. Здесь 200 грамм. Но это просто невозможно описать. Шикарное мыло. У него хорошие сроки годности. Оно пока у меня полежит и порадует меня. Я обожаю. Я просто могу, у меня если плохое настроение, я просто могу его достать, понюхать, подержать, услышать это шуршание бумаги. И знаете, мало того, что ты успокаиваешься, у тебя еще и настроение поднимается. Дальше давайте люкс посмотрим. От люкс у меня не очень много. У меня 4 мыла. Так, что у нас тут? Слушайте, а на русском вообще ничего нет, да? 80 грамм я вижу. Ну, водная какая-то потом прикосновение шелка, да? Вот у меня их 2. И роза. У меня их 2, я потому что купила, не знала, что у меня уже это мыло есть. Я могу так. Поэтому теперь уже фотографирую. Так. Дальше. Дальше дуру давайте посмотрим. Тоже мыло, дуру очень любит мой супруг. Очень он любит вот такие кусочки. 1 плюс 1. Это у нас розовый грейпфрут. Это морские минералы. И так, что еще я нашла? Я нашла спелую ежевику. И свежий лайм. Это все, что я нашла из этой серии. Но я очень искала, потому что он прям рассказывал, что у них, по-моему, то ли мама, то ли кто покупал. У него приятные очень воспоминания с этим мылом. Ну, знаете как, вообще у каждого свое воспоминание. У кого-то приятные воспоминания, у кого-то не очень. И вот он мне рассказывал, что у них в мылице всегда были вот такие вот кусочки. Я поэтому и ищу теперь их. Но у нас как-то, я вот эти, почти все я купила в Ашане, в Акее, где-то вот так вот. Дальше дуру. У меня еще есть 2 глицериновых. Мицеллярная и алоэ вера. Алоэ мицеллярная я, по-моему, покупала в фикс-прайсе. Если я ничего не путаю, ну, вроде да, в фикс-прайсе она представлена. И она представлена, кстати, до сих пор. Так, что дальше? Палмалиф у меня есть. Палмалиф представлен, но палмалиф говорят, что очень плохо хранится. И я вот взяла прямо, знаете как, я взяла такие кусочки, которые я прям уверена была, что мне очень понравились ароматы. Масло Макадамии, бодрящая свежесть и роскошь масел. Вот так, масло Миндаля и Камелия. Вот у меня всего лишь 3 кусочка. Говорят, что выделяется глицерин и начинает то ли потеть, начинает это мыло то ли что. Мне не очень хочется, поэтому я не стала. Так, дальше. Есть такая фирма. Я не знаю, правильно ли я читаю ее название. Знающие меня, если что, поправят. Но я так поняла, что вот, изготовитель бета-сап. Бета-сап. Вот я в ленте купила мыло 100-граммовое. У меня их было 2. Одно у меня дети уже использовали. Смотрите, какой здесь штампик хорошенький. А второе вот осталось в коллекции и уже тоже скоро попадет в использование. И кроме этого мыла, от этой компании, как выяснилось, у меня есть еще одно мыло. Сейчас покажу вам его. Вот такое делике. Тоже написано, что это бета-сап. У меня есть все 4 кусочка. Это спелая дыня 90-грамм. Это сочный арбуз. Они, кстати, все глицериночки. Это черная смородина 90-грамм. И осталось у нас взрывной манго. Эти 4 кусочка я брала в улыбке радуги. Но они, по-моему, еще представлены в подружке, что ли. Не помню точно. Так, давайте посмотрим от Невской косметики, что у меня есть. У нее прям тоже не очень много. Оливковая и молочная. Я покупаю их. Они очень из недорогой серии. Но мне очень нравится их дизайн. Хорошо они смотрятся. Это самое простое мыло. Оно внутри белое, 90-грамм. Здесь обычный штампик Невской косметики. Но мне оно все равно интересно. И еще у меня есть вот такое банное натуральное. Невская косметика. Ничем мне не пахнет, честно говоря. И 140 грамм здесь. Немаленький такой кусочек. Так, дальше интересненькое начинается. НМЖК начинается у нас. И тут будут разные кусочки. Это вот тот момент, когда ты один и тот же изготовитель. Насколько разные, в общем, у них в серии. Мон Пари. Очень приятное мыло. У меня была вся коллекция. Их, по-моему, 3 или 4. Я уже просто использовала. Очень красивое. Очень большой кусочек. Здесь очень такой маленький объем. Такой кирпич, если можно сказать. 200 грамм здесь. Шикарное мыло. И оно мылится шикарно. И пахнет до последнего вообще обмылочка. Покупала, кстати, я его в фикс прайс. И вот, смотрите, это тот же НМЖК. И вот такой вот уже. Тут прям постарались над упаковкой. Ну, конечно, и цена разная. Смородиновая, натуральная. Сколько здесь грамм? Тоже, мне кажется, 200. Если я ничего не путаю. Как обычно, не вижу. Но мне кажется, что 200. НМЖК, да. Сейчас посмотрим на другом. Мой муж говорит, знаете, как не смородиновая, а смородливая. Ну, где-то он, наверное, услышал это. 180. Огуречная и хвойная. Огуречная. Мне было очень интересно, как пахнет. И они уже сухие. Они уже, видите, упаковочка больше, чем мыло внутри. Так, дальше. Эвка. Эвка у меня есть натуральная. Туалетная. Большая, огромная. Она мне стала интересной. 200-граммовая. Что она туалетная. Потому что я всегда, ну, как бы, хозяйственная в таких упаковках. А тут туалетная. Это у нас Эвка. Все, что продается в Огкей из мыла, это все Эвка. Это все Эвка. Здесь громоздку не вижу с чередой. Недавно я совсем покупала его. Белое. 90 грамм. Обычное мыло. Очень, кстати, недорогое. Также вот такое. Огкей тоже Эвка. Лоя, вера и лаванда. Это новое их оформление. Раньше, мне кажется, выглядело мыло не так. Если я правильно помню. Так, дальше. Био, Мио. Тоже Эвка. Тоже продается, кстати, в Фикс Прайсе. Это у нас апельсин и лаванда. Это лицея и бергамот. Ну, и одно. Вот это пахнет более ярко, чем лицея. Может, потому что я не знаю, что такое лицея. И еще у нас вот новенькая антибактериальная. Тоже я, кстати, в Огкее купила. Мыло твердое. Туалетное. Не знаю, не видела его, кстати, ни у кого. Я поэтому его и взяла. И вот эти вот известные, в общем, массажерные, массажные мыло, которые с пупырками. Мэйджик. Тоже Эвка. Давно покупала. Дальше у меня есть три мыла от компании, которая украинская, мне кажется. Она фабрика мыловарной традиции. Я купила сразу три мыла. Тоже, по-моему, в подружке. С экстрактом оливы, с экстрактом жемчуга и с кремом. Или в улыбке радуги. Где-то вот в таком магазине я увидела и сразу взяла. Ну, я их открывала. У меня они заклеены скотчем. Я вам сейчас еще раз открою. И потом опять закрою. Оно все белое. Вот. Посмотрите, как оно выглядит. Тоже, слушайте, есть какая-то вот вмятинка. Хотя, ой, с кремом не очень вкусно пахнет. Немножко приторно, если честно. Да, видео получится не очень коротким, но зато я хотела бы уложиться в одну часть, чтобы вы открыли, включили, наполнили себе там, налили себе чаек, кофеек и с удовольствием посмотрели. Я обожаю смотреть такие видео. Просто это мой любимый вообще ритуал. От Свободы. Ой, сейчас покажу вам у нас, с которым у меня была история. Мне очень нравится оформление русской бани. Я знаю, что их очень много. Это липа и лаванда. И вот я увидела в магазине, по-моему, лаванду. Такая счастливая. И у меня есть сейчас такая привычка. Я смотрю на сроки годности. И я понимаю, что у этой лаванды срок годности уже прошел. В общем, я не знаю, правда это или нет, но мне сказали, что русскую баню эту выводят из производства. И больше ее не привозят в магазины. И вот они продают типа остатки. Не знаю, насколько это правда, но я нашла в высшей лиге. Вот эти два кусочка. И они свеженькие. Также у меня есть два детских. С чередой и с ромашкой. Я знаю, что еще есть с жирафиком. И еще с кем-то. Очень красивые кусочки. Они продолговатые. Они беленькие, 100-граммовые. Классные. Очень классное оформление у Свободы. И вроде как мыло неплохое. Хранится оно хорошо тоже. Поэтому... Давайте вот так. Что-то там у меня не помещается уже. Так, от Avon. От Avon. Вообще в Avon не очень много мыла. Во-первых, вот такая у меня есть небесная гармония. Она у меня в двух экземплярах. Поэтому мы с вами сейчас его... У меня второй открытый. Я его показывала в заказе. Сейчас покажу. Сенсос. Вообще мыло в Avon очень классное. Но они почему-то его не очень много выпускают. И то, что они выпускают, вот у меня есть. Из серии Сенсос. У них, по-моему, Кеа еще есть. Тоже мыло. И вот с лавандой белая. Райский сад. Точно такое же, но розовое. 75 граммовка. Точно так же, кстати, как в Арифлейме. Как в Аберлике. И морская лагуна голубой. Дальше. У меня есть от Organic Shock. По-моему, изготовитель. Шикарное мыло. Я, кстати, сейчас с вами одну открою. Которое вот скоро мне открывать. Оно продается, это мыло на Wildberries. Оно просто невероятно крутое. Я уже просто использовала одно. Первое вот такое Верт. И здесь 210 грамм. Большой очень объем. Потом фиалка-гвоздика. Шикарная. И знаете, как я делаю? Я его режу вот так. Ну, посерединке. И получается оно продолговатое, но не широкое. Им очень удобно мыть ручки. Потом. У меня есть нейтральное. Вот оно будет у меня для деток. Но не пахнет ничем. У меня есть Бахчисарайская роза. Вот я хочу его открыть, потому что мне кажется, что оно какое-то влажное. У меня масло масляное, кстати, это их серия. Я его могу даже не очень аккуратно открывать, потому что его... Да, оно влажное. Слушайте, оно влажное. Коробочка влажная. И само по себе оно, видимо, потело. Потому что оно прям сухенькое. Оно с ним ничего не произошло. Оно не прогоркло. Но вы посмотрите, какое оно красивое. Боже. Очень красивое мыло. Очень приятно пахнет. Но такой достаточно горькой розой. Такое, знаете... Ой, даже не могу сказать. Но вообще, на самом деле, можно было бы поставить, положить этот кусочек белье. Потому что аромат бьет в нос. Это мягко сказано. И единственное, что вспотело оно это мыло. Это меня немножко... Но оно лежит у меня давно. Оно лежит у меня года два уже. Я никак не могла поднять руку на него. А все, сейчас уже положу его. Потому что оно до 22-го года, 2-го месяца. Так, и еще у меня осталась алтайская ромашка. Тоже красивое мыло. Закрыла там свой Reflame я сзади. Вот так вот сделаю. Чтобы равномерно. Вообще, я думала, весь стол. Но вроде вам должно быть видно и так неплохо. Надеюсь, что все нормально. Так. Слушайте, осталось не очень много. Так что давайте БС Рус. Красивое фигурное мыло покажу вам. Это вот такие тролли. У меня были все. По-моему, их 4 все-таки было. У меня были все. Одно я использовала. Кстати, я хочу сказать, что я не осталась в большом восторге от этого мыла. Давайте розочку я открою. Потому что мне детям нужно сейчас положить что-то в мыльницу. У них заканчивается. Хочу показать вам. Вот такая. Вот такой штампик. И вот она розочка. Ну, не очень прям супер крутой аромат. У меня подружка использовала. Говорит, я не осталась в восторге. Больше я их покупать не буду. Я, наверное, тоже больше покупать не буду. Во-первых, потому что очень много всего есть новенького, интересненького. Дальше от Бэйс Рус у меня еще есть вот такое Умка. Крем мыло тоже я брала его в фикс-прайсе. Сколько здесь граммовка? Наверное, 90 или 70? Не вижу. 80. Не 90 и не 70. 80. Так. И еще у меня есть вот такое. Тоже магнит-косметик я брала. В виде сердечка. Там штампик I love you. Тоже будет приятно его использовать. Тоже небольшой. Дальше еще у меня вот такое мыло есть. Я всегда думала, что это Бэйс Рус. А это Zep Technology фирма. В виде сердца, мыло, скраб и крем-мыло, лепестки пиалки. Тоже в фикс-прайсе, кстати, я брала. Сейчас вот снимаю и понимаю, что в фикс-прайсе много мыла я взяла. От Сейфгард. Появилась у них классная серия. Вот эта серия Detox. С экстрактом чайного дерева, с экстрактом граната. Еще есть черная. Но к черному мылу я как-то в последнее время равнодушна. Вот эти два. Сейчас мы откроем с вами. У меня красный с гранатом два. Я поэтому хочу с вами открыть. Я знаю, что там красная косточка. У меня их было три. Я подарила подруге. Но прежде чем она его убрала, я говорю, давай откроем. Ну, давай. Вот она косточка. Вот она косточка. Кстати, странно. Штампик вверху. Вроде всегда был штампик посередине. И пахнет так очень приятно. И держать в руке очень приятно. Такое оно сухенькое. Видите? Класс. Ой, просто восхитительный аромат. И Сейфгард мне очень нравится. Хорошая мыла. От Меридиан. Да, от Меридиан. У меня два мыла краснодарское. С ароматом алоэ, с ароматом ландыша. Покупала в Анапе, когда мы были на отдыхе. Единственное, мне кажется, что я увидела там интересное. Кроме вот ручную работу. Заметьте, у меня нет ручной работы. Дальше. От Нефис. У меня есть миндаль. Кстати, эта серия именно у братьев-крестовниковых лично меня не очень убедила. Алоэ и роза. По крайней мере, аромат розы для меня не очень приятный. Вот такое оно. Я так понимаю, что они все цветные. Очень красивый штамп. Оно большое это мыло. 190 грамм. Но пахнет не очень приятно роза. Вот особенно после органик шок, вот после этого мыло розы. Здесь прям такая немножечко, знаете, как в плохом освежителе воздуха. Дальше Нефис у меня есть детская. Изготовлена в лучших традициях. Очень красивая. Такое есть в бумажной упаковке, а есть в шелестящей. Вот мне больше, конечно, нравится бумажная упаковочка. Мне кажется, и запах как-то лучше сохраняется. Потом у меня были такие наборы для дам и господ и детского мыла. По три кусочка. Вот у меня осталось только одно детское мыло. Я режу его пополам и кладу детям в мыльницу. Очень хорошее мыло. Мылится до последнего обмылка. Приятно очень пахнет. Шикарное. Вот это мыло мне очень нравится. И для дам и господ мне очень нравится. И еще, вот, наверное, самая любимая моя серия. Это вот это. Медовое, оливковое и миндальное, по-моему, есть. Шикарные все три кусочка. Оно не очень большое. Здесь всего лишь сколько грамм. Сейчас найду, сейчас найду. Не вижу. Питательное оно, кстати. Здесь всего лишь, слушайте, а, 150 грамм. Но прямо классное. Оно недорогое, оно по 30 с чем-то рублей в магните продается. И у меня, получается, осталось только одно. Обязательно себе куплю еще. Потом у меня есть вот этот легендарный набор. 165 лет традиции и качества. Парфюмированное мыло, ручной работы. Этот набор я также покупала в фикс прайсе, кстати. Нигде, я не знаю, но он продается. Я видела его много где, но в фикс прайсе на него была самая адекватная цена, на мой взгляд. И еще от Nefis у меня есть... Да, Nefis косметик. Вот это точно Nefis. Вот такое детское мыло 15-го года. Я была беременна Максимом и его купила. И забыла про него. С ним ничего не произошло. Я обязательно его открою и уже использую. Но вообще вот это единственное мыло, которое у меня с испорченным сроком года. Ну как с испорченным, с уже... У которого истек срок годности. От весны. Весны, как вы видите, у меня вообще нет. Я буквально недавно увидела в пятерочке вот такое мыло Honey Kit. И только потом поняла, что это весна. Но я его использую быстро. Я знаю, что она очень плохо хранится. Но я знаю еще то, что это очень хорошее мыло. Все, что было у меня от весны, я все-все-все потратила. Потому что оно прогоркает абсолютно. Вообще у меня прогорк. Хотя срок годности еще было больше двух лет, что ли. И Frosche. У меня есть два одинаковых мыла. Невероятно прекрасно восхитительно. Пахнет их по 150 грамм. Это лимитки новогодние. И в этом году обязательно попробую поймать опять акцию и купить. Просто восхитительное мыло. Шикарно пахнет. И в этот Новый год обязательно положу нам в мыльничку. Мыльничку. Можно так говорить? Еще и очень красивая оберточка. Дальше. Сейчас я вам покажу мыло, которое у меня по одному по две штучки. Во-первых, от Риши у меня есть очень классное мыло. Оно не очень бюджетное. Но аромат шикарный. Пахнет очень приятно. Пахнет больше, честно говоря, мужским каким-то таким хорошим, дорогим уходовым средством. Причем, когда я заказала его, и сейчас прошло там уже года два, абсолютно не изменился аромат ни наскольчко. Дальше от Lolis или от Lols. Я не знаю, как правильно. Черное мыло. У него очень хороший срок годности. Я пока его отставлю. Потому что у меня до этого было черное мыло. И я так с ним намучилась, что теперь я на черное мыло даже смотреть не могу. Что-то меня конкретно отвернуло. Не знаю, может быть, это пройдет. Но я не уверена. Дальше. Банный эталон. Я знаю, что есть еще хвойное. Но не попадается мне хвойное. Поэтому у меня два банных. В метро я купила по хорошей цене. За 39 рублей. И радовалась. Я знала, что у меня есть еще одно. Но оно вообще шикарный аромат. Очень приятно пахнет веточками запаренными. И я хочу прямо его использовать. И думаю, ну и что? Хорошего мыла много не бывает. Девочки, правильно ведь я думаю? Лепети Марселье. Это мыло мне не очень нравится. Такое тоже бывает. У меня открыто, кстати. Оно мне не очень нравится, знаете, чем? Тем, что оно очень приятно пахнет сначала. Как только ты помылишь 2-3 раза, все. Приятный аромат абсолютно исчезает. И пахнет. Вот сейчас пахнет клубникой, которая в жвачках. Да, кстати, достаточно приятно пахнет. Я его положу детям в мыльницу. Но сама не покупаю. Хочется, чтобы до конца мыло пахло приятно. И как? Чтобы оно доставляло удовольствие. И чтобы на руках оставался приятный аромат. Грейнди мне как-то написал, что это вонютие мыло. Я его купила в Анапе тоже. Я не знаю, но девочки вообще-то его хвалят. Я его не стала открывать. Тоже пока лежит в коллекции. Там посмотрим. Хозяйственное мыло от Аист. Хозяйственное мыло я не коллекционирую. Вот это и первое, наверное, хозяйственное мыло, которое я вам показала. Закончится то, что у меня сейчас лежит в мыльнице. И это пойдет следующим. Потому что как-то я бы не сказала, что у меня большой расход хозяйственного мыла. И как-то у меня пока любви к нему особенной нет. Спивак. Мыловаренная компания. Вот это мне дарили, кстати. Мыло апельсин и корица. Сроки годности здесь хорошие. Но вот в следующем году я уже буду его использовать. Очень мне интересно, что это за мыло. Я таким мылом не пользовалась. Дальше керасис. Это очень приятное мыло. Очень необычный аромат. Такой парфюмерно-косметический. Я думаю, что таким мылом можно даже умываться. И получать от этого удовольствие. Потому что аромат безупречный. Очень-очень приятный. Так. Хотела вот сюда. Так. Все, вроде ничего не упало. Дальше два мыла у меня есть от Саванна. Или как-то вот так. С яблоком и с кремом, наверное. Кремовое, в общем. Это турецкое мыло. И оно, если я не ошибаюсь, представлено только в этих двух вкусах. Дальше. Активикс. Вот такое еще у меня есть мыло. Оно, кстати, почти открыто. Почти открыто там. Оно антибактериальное. И, по-моему, продается в пятерочке. Но я не уверена. И вот я в добросцене купила такое вот мыло банное. Там было еще земляничное. Детское. И еще какое-то. Но, знаете, как в магазинах бывает открытое. Я понюхала. Банное очень приятно пахнет. Все одного цвета. Такого кремового. Не белого. А остальные пахли не очень приятно. Я взяла поэтому только банное. Очень приятно шелестить. И очень большой кусочек. 200-граммовый. Ну и остались две легенды моей коллекции. Это два мыла от Настиданте, которые я купила себе. И радуюсь тоже. Вот у меня есть от Долан. Я, когда у меня плохое настроение, его нюхаю. И вот Настиданте мне очень нравится. Это у нас... Так, здесь будет написано вот мыло... Так, цветущий Марсель. Инжир и алоэ. Господи, не вижу. Представляете? И здесь 125 грамм. Очень приятно пахнет. Супер. Ну, алоэ пахнет. И очень насыщенно бьет в нос вообще. И очень приятная тоже упаковочка такая. Бумажненькая. И еще у меня есть вот такой вот от Настиданте тоже. Это у нас лаванда. Просто лаванда. Здесь не очень большой. Здесь 100-граммовка. Очень приятная в руке. Это мыло, наверное... Нет, не думаю, что я детям дам. Потому что я планирую, наверное, умываться. Посмотрим. Хотя они все пишут, что они и для лица, и для рук, и для тела. Очень красивое мыло. Вот такая коллекция у меня. Почти 42... Да, 42 минуты. Я не хотела делать две части. Потому что, мне кажется, не то уже. Я хотела прям показать одно. Я сама буду смотреть потом это видео и вспоминать. Потому что я говорю, что уже сейчас пойдет в... Использование, например, вот эта розочка. Ну, слушайте, оно не очень, может быть, пахнет долго. Но все равно красивое, необычное. Мыло так еле-еле пахнет. Спасибо вам большое за просмотр. Спасибо вам большое, что я вместе с вами порадовалась своей коллекцией. Все пересмотрела, все перенюхала. Я не знаю, как вы, я получила удовольствие. И обожаю мыло. Это просто сейчас моя любовь. И отдушина, на самом деле. У каждой стойки в магазине я могу прямо задержаться, там, зависнуть надолго. Просто перенюхиваю это все. Те, кто любят мыло, меня поймут. Всем всего доброго. Надеюсь, что вы провели хорошо время со мной. Потому что я провела с вами и с мылом просто восхитительное время. Всем пока-пока и до скорых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok